Привет, друзья! Сегодня поговорим о такой проблеме, как нехватка давления в расширительном бачке отопительной системы. Это часто случается в домах, поскольку вода при нагревании расширяется, ей нужно куда-то одеваться, и вот она постепенно выталкивает воздух из расширительного бачка, доведя ее фактически до нуля. Если вода расширяется, она начинает капать из предохранительного клапана, потом, когда она охлаждается, ее становится меньше в системе, и загорается сигнализатор о том, что не хватает давления воды, приходится его добавлять, чтобы снова котел включился. Если мужчина в доме, он может это самостоятельно сделать, если в доме женщины, дети, им это сделать труднее. И вот для того, чтобы не морочить себе голову, нужно раз в год или в два года подкачать давление в расширительном бачке. Я сейчас покажу, как это сделать. Сделать это совершенно несложно. Как видите, здесь очень много кранов, и не специалисту в этом трудно разобраться. Но мы с вами спустим воду в системе очень простым путем. Я сейчас покажу, как это делается. Сначала нужно перекрыть воду в системе, закрутив вентиль. Затем открываем кран горячей воды, чтобы она сливалась отсюда. А затем открываем кран, который добавляет воду в отопительную систему. Вот мы сейчас его откручиваем. Он у меня внизу находится. Вот мы откручиваем кран. И вы слышите, как сбегает вода из крана. Излишек воды, из крана горячей воды, сбегает во время того, как мы откручиваем кран. И вот вы видите, что давление воды в системе упало до нуля. То есть вся вода спущена. Берем табуретку, становимся и откручиваем колпачок расширительного бачка. Он находится сверху. Сейчас мы его крутим. Вот мы надели штуцер от насоса автомобильного с манометром на ввод расширительного бачка. И сейчас будем подкачивать туда воздух. Давление должны подкачать до 1 бар. Ну, как правило, в системах это давление необходимо подкачивать от 0,5 до 1,2 бар. Здесь у меня 1 бар равняется 100 ка. Вот таким образом смотрим и подкачиваем давление. Вот вы видите, что мы подкачали давление до 1 бара, что видно по манометру. И после этого мы снимаем штуцер с ввода в расширительный бачок и закручиваем колпачком это отверстие. После того, как мы сняли штуцер, расследуют убедиться, что ниппель не поврежден. Вот ставим пальцем, пробуем. Можно мокрым пальцем. Видно, что утечки воздуха нет. И закручиваем колпачок на место. После этого мы закручиваем кран горячей воды и добавляем необходимое количество воды в систему. Ну, как правило, до 1-1,5 бара, чтобы давление было такое. А теперь мы проверяем, как работает наша система отопления. Вот вы видите, что температура воды достигла 70 градусов. При этом давление воды в отопительной системе чуть больше 1 бара. Это нормально. Если бы в бачке было мало давления, то она у нас могла бы подняться даже до 3 бар, что недопустимо. Еще очень один важный момент. Если после того, как вы накачали давление в расширительном бачке, у вас сразу включается и через несколько секунд выключается отопительная система, значит, вы просто перекачали давление в расширительный бачок. И его нужно спустить. Спускается просто, вставляется незакрытый штуцер в отверстие. И спускается немного воздуха. Потом, соответственно, добавляется вода в систему. И тогда, когда давление уже в норме в бачке, у вас котел начинает работать бесперепойно. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас всегда актуальные темы. Спасибо. 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 Спасибо.